и снова всем привет с вами техно макс мы продолжаем нашу финальную станцию я тут решал проблемку синего экрана и заодно так как все-таки там пару чуваков не выжил я перепрошел самого начала сюда и у меня все выжили в этот раз и один из чуваков который не выжил поковырялся в нашем пистолете и сказал что теперь нашего пистолета повышено пробивание потому что он в этих вещах разбирается вот так вот блин тут можно оказывается получать бесплатные апгрейды если доставить чуваков живыми это было непросто но удалось и еще кое-что я узнал тут все-таки можно бросать обратно класть предметы на пол который взял в руки типа стульев и прочего правой кнопкой мыши короче сейчас разберемся девять семь пять восемь поехали дальше а самое смешное что там один из чуваков который погибал там от кровотечения он говорит да у тебя просто царапина ему врач сказал нафиг говорит было меня вызывать да здесь вот такие вот штуки ладно пока вроде нормально что там скажешь отличный поезд маркс это старший научный сотрудник я помню как мой начальник обсуждал с кузнецом его постройку вижу пока он не очень нестабилен но я надеюсь они все уже запустят массовое производство будет жалко если такие технологии пропадут зря а всем больше нам ничего не хочет сказать куда мы там направляемся и это блин а нужно жмакать на кнопке вот короче это мозг мозг стража в контейнере грехом лоу и как это было ты о чем ты прошел мимо границы все еще отвечаешь значит ты определенно прошел через что-то я не знаю что это было том рассказывал странные вещи про свой первый раз но после второго раза он не вернулся я в порядке до метрополя уже недалеко удачи брат игрэха мне в сети так по припасам три аптечки ноль еды еды нет вообще так тут порядок пока мы тут одни я хотел сказать тебе кое-что знаю люди уже не верят стража я понимаю их он должен был появиться сразу как началось вторжение но еще не поздно если мы доставим энерго ядро и мозг в целостности у нас будут все шансы дать отпор просто держись подальше от капсул и поближе к поезду а еще поближе к патронам идею воде ой 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 нифига тут что творится нам нельзя мозг потерять стража и кстати я забыл прочитать куда мы прибыли тьфу блин заболтал меня ученый человек вот ну судя потому что мы сразу с ружьем то мы явно идем не разговаривать по душам так я уже вот так делаю открываю дверь с зажатым кулаком а карандаши деньги там ладно ушел за дровами и его самого превратили в дрова наверное местные существа такие да они могут блин нифига тут сугробов насыпало то чушь никого нету блин две таблетки аманда если опять придет этот парень же до станции не давай ему больше дров у нас самих почти не осталось ну да три бревна как бы зиму пережить не хватит точно падла блин вот падла у меня силовой удар почему-то не попал по нему то ли чё блин банки тряпки у ой 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 вот с этим надо аккуратно вот так вот надо к счастью к счастью с лестницы здесь тоже можно стрелять так как проложить трубы типа внутренние это отопление что ли прокладывал вполне возможно будка собака там наверно замерзла есть так называемая горячая собака hot dog это будет cold dog холодная собака сволочь кстати да можно ему сбить шлем оказывается кулаком этот идиот думаю что сможет врезаться в мои отопительные трубы удачи ему а ну да дядя хотел короче свои отопительные трубы проложить а какой-то видимо хитро хитромудрый сосед блин или смотрите со станции почему такой большой хотел к нему врезаться чтобы тепло получать на халяву как защитить ваши трубы ну да соответственно книга прям в тему деньги бумага да можно вот так вот от и положил второй кнопкой а вот они кстати сами трубы отопительные да чё вот такие огромные ну по живучести они вроде обычные так люк был патрон для пистолета 4 ушел на бой буду поздно ключ у меня купи пиво на вечер на какой бой он ушел на бокс какой-нибудь заперто так нам нужен ключ получается чтобы это открыть потому что он что-то сказал про ключ его могилка так это он с кем-то должен был биться что ли но судя по могилке он не выиграл отель прикольный телек сейчас можно в кого-нибудь швырнуть похоже что то есть в мид гарри если ничего там не найду проверю что там за старик в ристоле пока никаких новостей x вот это я херни не ожидал то есть огненный дятел был прямо вот так а этих можно кстати прямо в пузо затыкивать и очень-очень экономить боеприпасы этим делом так если там огненный то блин я так буду медленно ходить с этим телевизором так безопасней ну пока ничего какие-то номера о замри даешь мне слова хорошо так очередная выжившая тетка у нас тут было в общем я завесила камеру так а зачем вообще камера в твоей спальне кто владеет этим местом какой-то извращенец я не знаю зато цена на квартиру неплохая а так это тетка за которой подсматривали интересное кино а вот она камера завешанная кстати а внизу нет блин через окно бы теликом в него попасть хожу с этим телевизором как будто стырил блин на зацени телик так ноутбук ничего себе музыкальный ноутбук то чё блин падает скотина чё такой живучий блин тряпки обычно им хватает одного удара усиленного одежда на первом этаже камера перестала работать ну там все равно желание красавица сколько ты материал уже снял часов 300 но из них нужно выбирать самое интересное неплохо собери все я завтра заберу короче да вот реально какие-то извращенцы которые подсматривали за клиентками и записывали там интимные подробности видимо всякие о о тут уши в салфетках все ну понятно понятно бля я уже хотел цветку втащить о блин а тут все печально так пойдем с кулаком сейчас вот эту дверь проверим ответ на мои исследования был так прост что я до сих пор не верю что нашел его они пересекают струны гениально как еще они могут оказаться тут преодолев такое гигантское расстояние перебой со связью дополнительное доказательство кто пересекает струны гитарист это доказывает еще одну вещь так как невозможно находясь в одной точке вселенной пересечь струны в двух разных местах следовательно они появятся в этом же месте где и в прошлый раз район ущелья на западе а как то есть все-таки пришельцы всему виной да так ну ладно с кулаком бегать надоело тут все равно никого нет нам наверх пришельцы блин интересно да ё-моё я чё-то в сугроб упал блин а и все а лестница то обратно нет а завалено патрон для пистолета 6 штук а мелкие мрази ладно сэкономили стул которым можно кого-нибудь сейчас приложить а еще и телевизор есть тябле падла не ну вот этот капец блин взрывной ходит настолько близко сдохни уже блин козлина ну да опять джазовая комната так а можно а можно еда бутылка пива наш алкаш был бы рад которого мы садили металловым порох наручники а фу блин мышь бегать я думал быстрый но тут снегом завалило все начисто это какая вентиляция была канализация блин странно мы вроде приехали на юг какого хрена так много снега потом на спецодежда вход запрещен значит тут что-то интересное так мы послушались она душевая шкафчики деньги тряпки таблетки одежда еда если ты мразь не ляжешь в третьем раунде я тебя лично скину в красную яму твой последний шанс ухты какие-то письма с угрозами о нифига это все-таки ушел на бой чувак на какую-то подпольную боксерскую арену до боксер тут не маленькие таких только с ружья укладывать ну как то так бум в целом когда свыкаешься с управлением то игра такой уж там сложно и не кажется о ключ тут просто есть такие моменты неприятные блин этот идиот не захотел ложиться в третьем раунде в расход его шмотки как обычно по ящикам если что ценное будет в карманах ключи деньги оставь я потом посмотрю деньги 54 бакса 32 бакса нифига себя не тут блин растение конопли небось а но это выход нам сюда пока не надо тут есть еще ниже ход а это красная яма это вот это ее просто вот он ушел на бой блин то есть это не его там похоронили значит да неприятно вышло ключ у нас есть ключ я не знаю тоже не в отеле же был дают дверь запертая не в отеле было может там она была на начале ключ наверное это с этого самого мужика да вот отсюда ох ё фу блин он нафиг сейчас какой полезет блин о боксер блин вылез но я его уложил конечно с двух ударов они с одного хотелось бы с одного а вот и смотрите с кучей бревен и таму форесту начальнику станции долина мод line подтверждение кода для блокаторов 6465 блин значит вот тот боксер и был сосед который хотел у этого деда смотрителя станции или наоборот не наоборот вот это ничего не понял вот этот делал себе отопление смотритель станции выходит его сосед боксер хотел к нему врезаться трубами чтобы себе получить халявное тепло разобрался блин в их сложных отношениях добра соседских блин до ушел за дровами стал стал дровами тоже шесть четыре шесть пять поехали я блин ничего про эту станцию не прочитал что за станция когда тут просто не успеваешь ничего так очень-очень быстро создать аптечку создать патроны это была долина мод line после крупнейшего обрушения пород 20 лет назад местные власти приняли решение о перестройке большей части города сейчас в городе повышен уровень преступности но после недавнего личного приказа армандо вайта смене руководства ситуация начала исправляться едем мы в нефтяную платформу b85 подождите я должен посмотреть что у этих придурка все в порядке этот пояс не выглядит таким уж безопасным ольга вильямс тренер что вы во первых вагон полностью не пропускает экзогаз во вторых он поддерживает оптимальную температуру даже я не о температуре беспокоюсь и не о монстрах и что если мы напоримся на них на кого них на самом деле у нас будет шанс поезд предусмотрен и на подобной ситуации и что это за шанс примерно 0 1 процента что мы сможем пережить первую атаку так подождите 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 еда есть сейчас покормлю продолжите звучит здорово я чувствую себя защищенный теперь так тетку она тоже покормить его на заднем фоне платформа нефтяная я не думаю что вам стоит беспокоиться об этом они еще на севере откуда ты знаешь мы получаем подробные отчеты но этот поезд движется быстрее чем они едва ли давайте почитаем про платформу быстренько нефтяная платформа продолжительное время находившийся на реконструкции после схода лавина снова начала работу на данный момент нефть является наиболее дешевым и непопулярным видом топлива но сын известного предпринимателя кристофа торнтона питер пообещал поднять производство на новый уровень а приехали я даже все успел прочитать офигеть нефтяная платформа а на чем нас поезд движется вообще я так и не понял у нас какое топливо то на электровоз это не похоже кабелей электрических никуда не идет не подключено к нему на паровой поезд тоже потому что нет дыма когда мы едем на чем же мы ездим блин на каком-то сверх источнике энергии может быть инопланетном кстати поэтому этот поезд считается экспериментальным так ну-ка есть кто дома никого дома я ушел к сторожу вернуть свои книги мартис а что-то они все куда-то уходят блин хоть бы один на месте было по на заперта но мы сейчас от кого-то с той стороны придем наверное может быть нефтяная платформа вижу бочку спец одежда патрон для пистолета сигареты пришли рональда пусть посмотрим что с приемником странные помехи на всех частотах так стоять есть тут у меня отличное решение вот этой вот проблемы вот такое вот такое ё-моё там что-то рвануло еще там по-моему кто-то ходит да да бах и все ох ё-моё о еще бочка так надо ее положить чтоб случайно не выбросить патрон для пистолета деньги так а вот теперь этой бочкой о не этой бочкой да твою ж мать я на ей использую типа поднять и он же на ей ее и бросает какого хрена почему на кнопку выстрела этого нельзя было сделать пиздец о сидит мартин я понимаю что высокооплачиваемая работа для переселенцев это роскошь работать на сына одного из членов совета но ты не был дома уже десять месяцев может ты все таки послушаешь меня и мы попробуем найти другие варианты эмма это его жена так подождите оооо епа так вот этого лысого да ну нахер я должен был спуститься сюда как я теперь их убивать то буду кулаками ладно я попробую конечно если что переиграю а ты не сильно большой сюда заходи дядя офигеть так ты кто такой ну вообще то мне и тут хорошо у меня есть целый ящик тушенки например у тебя на поезде спорим такого нет хорошо но ты пообещал чего еда в банке а ну да ящик тушенки еда в банках все правильно так со здоровьем не ахти как то вот проблемки есть о раненый какой то нет я смогу идти спасибо понятно раненого мы спасли и еще один гемор с раненым добавился заперто бля хе 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 один раз тыкнул сейчас оп ага сейчас кусай блин бля вот теперь точно нужно лечиться иначе откисну заперто и тут заперто а тут есть лестница с проходом где то ключ не нашли заперто что все заперто блин бля 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 да ну нахрен а директор питер торнтон а вот он это не моя вина что старик оставил тебе этот разваленный завод а адама посадил в ристаль хватит жаловаться я просил не упоминать его имени и старик тут тоже ни при чем там просто начни с малого найми специалистов а не этот сброд возьми небольшой кредит отремонтируй хотя бы главный цех звучит здорово и у кого ты предлагаешь взять кредит не горячись но адам оффлайн а вот и ключ и проветрить надо а то надушнили они тут со своими кредитами так какие то склады нифига себе уровень так то не маленький деньги тряпки мартис рин начальнику станции нефтяная платформа б-85 подтверждение кода для блокадров 9848 таблетки порохом там еще что-то блин белая на белом гениально сука короче все равно ружье перезаряжать надо давай давай выходи бам с одного удара в пузяку кладутся накопленного ну о накопился опять удар ключ вокзала вот ну все выходит мы все открыли у нас есть код блокадра стоп и раненые блин которых нужно будет сейчас опять лечить 9 8 4 8 ну поехали дальше забот блин все прибавляется и прибавляется но кстати выживших относительно много учитывая их ситуацию в какой они жопе оказались эти выжившие все чёрт о боже ты перевязал руку да но толку мало мне нужен врач боюсь боюсь ближайший только в метрополе хотя если военная база смогла дать отпор нет мне нужно в метрополь у меня там семья ну тогда держись и не ной ну да у тебя та рука не ранена блин там чувак вообще без руки нафиг совсем офонарила тёлка тебя везут сиди и не пизди блин как называется а так еда аптечки есть кое-какие давайте быстренько скрафтим куда мы едем железнодорожный завод Е5К засекречено а какой-то завод секретный прям так кому там еды закинуть пожевать про президента что-то он не нашелся еще не думаю что сейчас время это обсуждать действительно блин так аптечкой нужно полечить дядю там а чертов трус никто его не похищал я уверена согласен он просто сбежал как только запахло жареным его отец создал эту страну из осколков так погодите у меня тут перегрев нельзя допускать перегрева блин это важные железяки не думаю что его сын стал бы ее бросать тогда где он и почему он не запустил стража я об этом позже расскажу вот вот давай позже мы прибыли рейв спол похоже это конец что случилось закончилось топливо я не смогу забрать тебя я знаю просто хотел извиниться когда ты только поступил к нам на службу я был слишком строг к тебе постарайся добраться до ближайшего города пешком а не снаружи поезда мне не выбраться прощай стой рейв не в сети вот это да вот это да и еще кстати по поводу того самого тоннеля которого не существовало да там был ровно точно такой же поезд белаз белаз 07 так вот там были еще коридоры под номером 7 и еще один из машинистов нам как раз писал говорит тут какой-то тоннель но его тут быть не должно и после чего он отключился так что действительно это был машинист скорее всего с нашей станции на таком же поезде а вовсе никакой не зазеркалия там блин но его поезд что-то остановило и к нему присосалась зайди к дэвиду во второй цех это срочная пусто болты как прикольно подобрать пусто такого я еще не подбирал лута собака гавкает и не одна стоять а одного грохнул сейчас этого боксера нокаутируем бам с одного удара блин да я сильнее чем этот боксер еда виски ух ты ух ты о их много не настолько много что у меня не хватило патронов да тут можно было кстати обойти по лестнице а сейчас блин это хоть и поезда здесь так а вот отлично хотелось бы все таки их расчистить так а вот это вот я бы не стал на него тратить бочку на одного хотелось бы расчистить чтобы они потом не мешали если что убегать куда-то сваливать стоп стадия 2 статус готова комментарий мастера корпус установлен на 3 стадии проверьте тормозной кран вчера с ними были проблемы а это стадии создания поезда а тут я не могу прочитать стадию 3 блин как же мне поступить то надо их приманить точно приманить и подорвать разом всех ну этого должно было хватить как то так я смогу стадию прочитать нет не смогу такой же поезд как у нас собирают стадия 4 статус готова комментарий мастера дизельный двигатель установлен оборудование подключили все готово к отладке проблемы с тормозным краном не исчезли проверь крепление все тележки а молодец вот там и ходи слушайте это поезд немного другой он отличается от нашего этот больше оп там по последней стадии никаких комментариев нету это какой то поезд номер 9 он длинный и у него колеса здоровые что это за блин экспериментальный такой цех что это за база такая секретная 1 2 3 4 5 и тут дальше ничего ключ в чем причина задержки кузнец не оставил никаких записей без него мы не сможем наладить массовое производство какие есть варианты решения очевидно мы не можем оторвать его от постройки стражи теперь я подготовил предложение о полной приостановке производства экспериментальных поездов как к этому отнесется дэвид многоточие так опять не входить очень не входить совсем не входить а тут ничего нет в кое веке пустой туалет так телевизор если есть телевизор лучше бросить телевизор в кого-нибудь оооо патрон для пистолета 12 а ну да опять очень запрещено входить большой крест так ладно можно немножко патронами по раскидываться стадия 01 статус готова комментарий мастера основа готова ожидая подтверждения это второй сборочный цех хе-хе-хе-хе-хе спустился по хлебальнику врезал и ушел да иногда можно и получить сдолбал блин живучий Ооо ребятки Отлично Этого шарахнули да сволочь ладно патроны есть надо хоть ружьём попользоваться стадии 03 статус готова Комментарий мастера. Корпус готов. Перед установкой двигателя проверьте крепление вала. Это какой-то другой поезд. Вот это вот явно не дизельный двигатель. Что-то вообще ни разу прям. И опять этот звук. Стадия 04. Статус задержка. Комментарий мастера. Поступил приказ о приостановке производства. Остановить все работы второго цеха. Реактор Белус АХ-02 поместить в изолированный контейнер. Чтобы обезопасить персонал. Ожидать дальнейших приказов. Только не говорите, что он радиации шпарит. Это вообще будет зашибись, блин. А вот это уже на наш поезд похоже. То есть мы все-таки на каком-то термоядерном инопланетном реакторе катаемся, да? Так, опять очень не входить. Ну, тут уже можешь входить, можешь не входить. Фрэнку Фросту. Начальнику станции железнодорожный завод Е5К. Подтверждение кода 3487. Дэвид, я понимаю, но мы до сих пор не получили ни одной отлаженной модели Белос. Повторяю еще раз. Я отправил одну модель на север, на отладку. Как только его закончат и транспортируют обратно, я предоставлю полный отчет. Нам незачем продолжать вкладывать деньги в разработку, которая ни к чему не ведет. Ты хоть понимаешь, какой ценой нам достались эти реакторы? Ты понимаешь, что из тысячи людей, отправившихся за ними, вернулись только семь. Теперь мы их просто выкинем? Сейчас мы пересматриваем решение об использовании всех технологий, доставленных из-за границы первого посещения. Мне очень жаль. Так, они что-то приперлись из-за границы первого посещения. Какие-то технологии, блин, которые начали выходить людям боком. Теперь начинает проясняться, что их произошло. Опа. Хорошо. Стой. А что это за поезд? Не может быть. А это случайно был не главный кузнец-механик, который поезда эти придумал? Торох-металлолом. Он, наверное, не ожидал, что с севера, откуда мы едем, доставят этот самый поезд. Три-четыре-восемь-семь. Так. Три-четыре-восемь-семь. Поехали. Ох, блин, столько народу, за всеми только успевай следить. Все дохлые, голодные, блин, нервные. Тяжелая работа машиниста. Так, очень-очень быстро. Патроны. Частная станция 02Т. Станция, построенная по заказу местного жителя, который не согласился назвать нам свое имя и цель данной постройки. Так, еда. Кому-то еды нужно дать, скорее всего. Похоже, я уснул ненадолго. Генри Виллоу, инженер. Так ты с завода? Как поживаете, старина Дэвид? Бля, чувак сейчас сдохнет. Не знаю, он уволился вчера. Быстро, 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 еще быстрее. Сейчас сдохнет чувак. Фух. Он столько лет посвятил поездам. Да. Я думаю, ему просто нашли замену. Так, погоди, погоди. Там профессор жрать хочет. Мозги надо подпитывать едой. Так ведь он был первым конструктором. Сейчас новое поколение у власти. Арман Дуайет, сын великого Берманда Вайета. Руководит страной. Сыновья Тортона тоже без дела не сидят. Думаю, старину Дэвида можно найти, кем заменить. Бля. Ух. Погоди, погоди, погоди. Сейчас аптечку принесу. Только не принесу я тебе аптечку, мужик. Тебе пиздец. Черт. Он сейчас загнется нахер от кровотечения. Откуда бы я аптечки брал? Серьезно. Их установили из-за случая на Экслер 5. Блин, братан. Ну, ё-моё. Ну, пиздец. Одежда. Ну, все, блин. Ну, у меня нечем просто. Нет припасов. Я все облазил. Припасов нет лишних. Вот так. Доехали не все, блин. Он был слишком ранен. Но получается, это первый человек, который умер. Потому что я же перепрошел заново тут. Пытаюсь всех спасти. И, блин, все равно не хватает ни хрена аптечек, блин, ничего не хватает. Ну, короче, что я хочу сказать. Давайте пока что закончим прямо здесь. И уже в следующий раз будем исследовать вот таинственный особняк. Надеюсь, это не Резидент начинается сейчас. Ну, а всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс. Это был The Final Station. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok